Нет рычагов воздействия, потому что является частной собственностью. Башенный кран на улице Шевченко, около дома номер 95, лежит уже не первый год, находится посреди зеленой зоны. Как он там оказался, сейчас не помнят даже корифеи, однако увозить его по-прежнему никто не собирается. Я в этом районе живу два года, и два года он тут стоит. С ним ничего не происходит, он просто стоит, никто на него внимания не обращает, в листве, в грязи. Сейчас он больше похож на арт-объект, чем на машину, ведь владельца никто не видел, и крану никто не подходит. А ведь рядом детская площадка. Местные жители регулярно обращаются с жалобами в префектуру железнодорожного района, однако ответ получают одинаковый. Убрать не получится, для этого нет технической возможности, поэтому владельца призывают к ответственности другим способом. Владелец является физическое лицо, в отношении владельца неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях. Он привлекался к административной ответственности, буквально на прошлой неделе еще один протокол составлен. По административной комиссии он будет привлечен к ответственности в очередной раз. Сдать на менталлолом нельзя, частная собственность префектура лишь имеет право передвинуть в другое место, но без нанесения вреда имуществу. Вот и получается замкнутый круг. У города убрать кран нет технической возможности, а собственник лишь обещает это сделать. Он аргументирует, тоже ищет технику, чтобы куда-то перевезти кран свой. Кран на гусеницах, то есть он как бы не просто его, скажем так, перевезти, тем более в таком состоянии, он уже там заведется или нет, непонятно. Но это его проблема на самом деле, то есть мы привлекали и будем привлекать. В отношении физического лица предусмотрено законом Рязанской области об административных правонарушениях санкции от 500 до 5000 рублей. То есть комиссия регулярно его привлекает. Штрафовали его уже семь раз, однако ничего не изменилось, ведь законодательная база для таких случаев не проработана. Наша телекомпания не раз поднимала похожий вопрос о том, что делать с брошенными автомобилями, которые годами стоят в дворах без движения и разрушаются на глазах местных жителей. Однако ответ был такой же. Обязать собственника что-то сделать в префектуру не может. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».